Всем привет! Боня, ты куда лезешь, господи? Уйди, ну ты куда ты лезешь? Всё, мы собираемся в дорогу. Настал этот день. Сегодня мы Куриту увозим к её новым хозяевам. Её там очень ждут. Её даже сказали, что на прививку поведут в ближайшее время. Так что за тебя, Куритас, возьмутся конкретно. Хотела рассказать про эту поилку. Она стоит всего 94 рубля. Мы её купили в магазине. И представляете, на ней написано, что производство Италии. Неужели это правда? Мне кажется, вообще этого не может быть. Но мы посмотрели, и вот Вадим посмотрел, сказал, точно Италия. Обалдеть, мы в шоке. У тебя итальянская поилка? С Куритой мы отдаём эту итальянскую поилку, её игрушку, вот ту, которая висит на заднем плане, и отдаём клетку. Да, Курита? Отдаём с Куритой вот эту клетку, так как вольер ей ещё там строится. И новые хозяева решили ей купить небольшую клетку какую-то на время, пока построится вольер. Но я их отговорила, чтобы они не тратили деньги. Я решила, ну, мы так решили с мужем, отдать эту клетку, так как она у нас стоит на балконе, только занимает место, уже сто лет стоит, и как бы она нам не нужна. Потом эту клетку пообещали отдать в приют. Ну, они хотели, сказали, что вернём нам, а мы сами сказали, отдайте эту клетку в приют, она нам не нужна. На всякий случай пожарный, если вдруг ещё раз найдём там какую-то птенца, там зверёныша какой-нибудь, ну, не важно. У нас есть ещё одна небольшая клеточка, она для вот шиншиллячий роддом. Помните, у нас шиншилла с ворчуном сидела в такой небольшой клеточке. Потому что для шиншиллы, если для роддома эту клетку оставить, это не очень удобная клетка, из неё через прутики малыши вываливаются, поэтому нам эта клетка не пригодится. Поэтому Курита едет со своими апартаментами. Нам везти Курита, у Бони тут проснулись дружеские чувства, общаются, сидят. У Бони всегда всякие грубости. Курита. Она такая смешная. Испугала Боня. Испугала курочку, да? Да. В итоге Курита у нас прожила две недели. Мы, конечно, к ней очень привыкли. Грустно расставаться. Но оставить мы её себе не можем. Я уже не раз договорила. Сейчас клюнет тебя в нос, будешь знать. Вот в эту игрушку она всегда прячет какие-нибудь кусочки мяса там или что-нибудь, да? Курёныш, курочка, счастье тебе. Так хочу, чтобы ты была счастлива там. Господи, пёшка какой-то нашла. Мы клетку пледом накрыли и несём. Ну, чтобы соседей не травмировать, несём клетку в машину. Всё, загрузились мы. Рома. Рома будет держать клетку. Мы, как назло, соседей встретили. Поболтали с ними. Она ещё каркнула. Да ничего они не заметили, не поняли. Курита открыла клюв, потому что у неё стресс, конечно, сейчас. Ну, всё, с Богом, поехали. Ехать нам минут сорок. Становились на заправке. Так как мы сделали большую ошибку, нужно было её посадить в какую-то переноску или коробку. Дело в том, что она бедно мечется по клетке и очень громко кричит. Мы здесь, мы на заправке взяли коробку, сейчас её туда и пересадим. Отверстие только нужно наделать, чтобы ей было легко там дышать. Наделали больших дырок со всех сторон. Она в одну дырку тут клюв вытаскивает. Ну, зато Тифа сидит. Ого, клюв! Ой, мамочки, уже сильно высовывает. Да не, она не вылезет, да, с такой дырки? Конечно, нет, только. О, глазик, даже. Ага, смотрит. Всё, куриту мы передали из рук в руки. Хозяева нам очень понравились. Да, Вадим, тебе понравились хозяева? Да, понравились. Хорошие ребята, муж и жена. Ещё на подарки, ребят. И нам даже конфетки подарили за неё, представляете? Мы только подъехали, они уже выскочили из подъезда за ней. Ну, всё, пожелаем курить удачи. Нам пообещали присылать фотографии и я попросила, чтобы видео снимали. Так что, будем ждать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Курита, скажи папа. Скажи папа. Скажи папа. Папа. Как начала снимать, так она перестала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok